Дайджест недвижимости Трехкомнатные квартиры потеряли от трети до полутора процентов, или от 150 до 400 рублей. В среднем по Кирову стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке в августе составила 43 176 рублей. Это чуть больше, чем на процент выше аналогичного показателя за июль этого года. Самая дешевая квартира, которая была выставлена на продажу – 16-метровая студия на улице Захватаева. Ее оценили в 520 тысяч рублей. Самая дорогая – четырехкомнатные квартиры на Володарского. За 178 квадратных метров продавец намеревался выручить 17,5 миллионов. Дайджест недвижимости Россия заняла 27 место в мировом рейтинге роста стоимости жилья. По итогам первого полугодия 2017-го цены на недвижимость в нашей стране выросли на 5,5%. Global House Price Index формируется ежеквартально и сравнивает ценовую динамику рынка в жилой недвижимости в 55 странах. Индекс считают на основе официальной государственной статистики и данных Центробанка в тех государствах, где такая информация доступна. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года Россия находится в рейтинге на 10 позиций выше. Аналитики отмечают, что московский рынок жилья развивался в том же направлении, что и в остальной стране. Однако темпы роста стоимости недвижимости были меньшими и составили менее 2,5%. По итогам года ипотечный рынок России может вырасти почти на четверть – на 22-23%. Такой прогноз дал директор департамента ипотечного кредитования банка ВТБ-24 Андрей Осипов. По мнению эксперта, в этом году будет побит рекорд 2014 года по объемам выдачи. Тогда спрос на ипотеку носил ажиотажный характер. Объем выдачи ипотечных займов в этом году составит около 1 трлн 800 млрд рублей, а в следующем году вырастет до 2 с небольшим трлн, прогнозирует Осипов. По его словам, через несколько лет на долю ипотеки будет приходиться около половины кредитного рынка России. ВТБ также полагает, что снижение ипотечных ставок продолжится, однако будет не столь стремительным, как раньше. Напомню, в августе стоимость жилищных займов значительно удешевил Сбербанк. Ставки упали сразу на 2%, до 7,4% на новостройки. Вслед за Сбербанком ставки в меньшую сторону скорректировали и другие крупные участники рынка. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.